всем привет с вами кекс и сегодня я хочу показать вам оригинальный рецепт тирамису который я вот закончила недавно но уже его и нет собственно уже моего схамячили очень 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 вкусно обязательно попробуйте для того чтобы это видео не удлинять я заранее сняла о том как я делала домашний сыр маскарпоне так как его делают виталий и также я делала палочки савоярди его рецепт я также вам оставлю внизу в описании под видео обязательно посмотрите кто не видел а собственно давайте начнем уже складывать наш тирамису для начала мне нужно разделить яйца на белки и желтки отдельно мы это будем все взбивать в оригинальном рецепте яйца у них не проходит термообработку но даже вымыв яйца я опасаюсь все-таки сальмонеллез и тому подобное поэтому я буду поддавать яйца термической обработки и вам собственно советую пускай немного но вы сможете себя еще обезопасить если вы не будете поддавать желтки термообработки их просто нужно взбить частью сахара или если вы будете делать так как я я вот поставила свои желтки с небольшим количеством сахара буквально одну треть нам нужно добавить на самый маленький огонь и взбиваю если вы переживаете что у вас желтки свернутся лучше делать это все-таки на водяной бане но так как я не отхожу и очень очень быстро помешиваю свои желтки как только я увижу что они у меня посветлели и немножко начинают загустевать как бы завариваться я их снимаю с огня и еще какое-то время вот перемешиваю для того чтобы они у меня слегка подостыли и как бы не заварились у меня совсем теперь для того чтобы мои желтки побыстрее остыли я их перелью в чашечку а чашечку в свою очередь стык я накрою пленкой для того чтобы не образовывалась у нас при остывании корочка на желтках вот так вот обязательно встык и пускай остывают наши желтки тем временем мне нужно термообработать наши белки их я буду делать также как на швейцарскую меренгу может вы делали то бишь белки туда добавляю оставшийся сахар и точно также отправляю на огонь и точно также постоянно хорошо помешивая буду и держать на огне опять же можно делать это на водяной бане на паровой на водяной бане как вам удобно мне же я говорю удобнее делать это просто на самом маленьком огне и вы их не взбиваете на огне а просто хорошо перемешиваете у кого есть градусник белки нужно довести до температуры до семидесяти градусов при семидесяти градусах белки у вас начнут сворачиваться как бы будет у вас сладкий омлет поэтому до семидесяти градусов вам не нужно доводить надо сделать температуру меньше я где-то на шестидесяти трех остановилась и потом эти горячие белки с растворивающимся сахаром отправляю в чашу комбайна и туда добавляю еще пол пакетика ванильного сахара и начинаю взбивать свои белки скорость у меня где-то здесь я на шестерку поставила и это не самая большая скорость и пока у меня взбивается белки я займусь своим маскарпоне маскарпоне я доставил забросила еще пол пакетика ванильного сахара посмотрите какой он красивый как он отлично взбивается это просто очень вкусно и очень классно за это время у меня уже подостыли желтки они уже совершенно холодные у меня на балконе остывали быстро их добавляю я полностью к маскарпоне и сейчас перемешаю до полного растворения для того чтобы у нас стало это однородной массой это не долго вам там сильно взбивать ничего не нужно вот но смотрите чтобы у вас все растворилось нигде никаких комочков ничего не было получается уже очень красиво и вкусно вот посмотрите взбиваются мои белки уже я их могу выключить за счет того что здесь нету большого количества сахара белках прямо таких острых пиков здесь не получается но они очень воздушные и они хорошо у вас сбиты не переживайте они вот стоячие вот такие красивые вы если их перевернете они у вас не будут выпадать с чаши то есть белок у вас хорошо взбитый теперь частями эту белковую массу я буду вмешивать сливочную вначале добавляем по чуть-чуть а потом уже можно побольше вначале я вот попробовала делать это ложкой на самом деле ложка это не совсем удобно теперь можно уже побольше вводить перемешиваем снизу вверх сильно не мешаем не бьем по белкам чтобы крем наш был очень нежный воздушный сейчас вам покажу удобнее все таки делать вот так вот венчиком снизу вверх просто так разрезает пенку белка и он лучше перемешивается и вот так вот мы собственно делаем с вами добавляем все белки и делаем наш мега супер воздушный красивый крем он просто бесподобный он вкуснее любого мороженого я ходила с ложкой всех угощала кто был дома все очень хвалили теперь начинаем сборку заранее я заварила кофе можно сделать с нерастворимого кофе сделать эспрессо но я воспользовалась растворимым кофе то бишь я где-то полторы две чайной ложки заварила на 250 300 миллилитров воды сюда же добавляю я 30 миллилитров коньяка и перемешаю у меня с этого количества вышла довольно таки много тирамису за такую цену вы не купите ни в одном ресторане такое количество у меня вышел вот такой судочек еще один очень большой контейнер палочки савоярди я макаю в кофе и укладываю буквально отступая там пару миллиметров друг от дружки чтобы туда крем проникал палочки нужно окунать где-то секунды на две иначе они у вас размокнут и распадутся прям руках и теперь хорошенько обильно я перекладываю палочки кремом и укладываю второй слой так как я делала в двух разных посудах поэтому у меня в этой посудине будет два ряда палочки а в другой у меня будет получится три ряда палочки вот то красивее конечно получится там где три ряда палочек но собственно это особой роли не играет на вкус это точно и опять же перекладываем кремом крем просто бесподобный его много коньяк кстати можно не добавлять кофе можно заменить его ромом по желанию если у вас будут кушать детки то можно вовсе его не добавлять чаще всего на тирамису ставят такие точечки из крема в этой посудине я эти точечки сделаю а там где буду делать в контейнере у меня просто эти точечки не влезут поэтому там мы просто присыпем какао сверху а здесь я поставлю точечки чтобы было красиво для того чтобы этот десерт у вас хорошо резался и не разваливался ему нужно постоять в холодильнике минимум 12 часов потом вы его прекрасно порежете и он у вас отлично будет доставаться кусочками не переживайте еще лучше вот у меня первую часть мы скушали через 12 часов а вторую где-то я начала резать уже на часов 18 больше у меня простояла в холодильнике то она вообще резалась прекрасно прям красивыми квадратиками превосходно порционно резалась и теперь вот сверху я еще присыплю какао какао у меня не сладкий обычный хороший какао и теперь самый красивый самый нежный и самый вкусный рецепт тирамису это его оригинальный рецепт обязательно его попробуйте я уверена просто что вам понравится понравилось всем моим родным я думаю вашим понравится смотрите под видео там ссылочки на крем точнее на сливочный сыр и на палочки ставьте обязательно пальчики вверх делитесь моим видео с друзьями подписывайтесь на мой канал а с вами был кекс до новых встреч пока пока пока